Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить такой теме, как увеличение полового члена. Мы с вами в предыдущем видео на моём канале затрагивали эту тему и немножко говорили о разных методах. Но сегодня один из подписчиков, да, ну, сказать так, что про этот метод я уже слышала, и подписчики начали мне писать, что вот, что вы думаете по поводу данного метода. Я вам сейчас расскажу, да, данный метод, а вы мне, пожалуйста, напишите, то есть, как вы к этому относитесь, и, может быть, кто-то пробовал, и есть хорошие эффекты. Если вы ещё не подписаны на мой канал, я вас всех приглашаю подписываться. Обязательно пишите ваше мнение, задавайте вопросы в комментариях, и в следующих видео мы их обязательно разберём. Ну что, друзья мои, как же всё-таки увеличить половой член? Как я уже говорила, я от своих слов не отказываюсь. Соответственно, да, постоянно приходят запросы разные, там, какой-нибудь гель для увеличения полового члена. Всё это фигня, поэтому я вам про это не говорю и не рассказываю. Все эти кремы какие-то, мази для увеличения полового члена, это всё не играет никакого вообще. Ну, то есть, это всё вот, как бы, фантастика, да. Соответственно, ну, какой, ну, хорошо, если он увеличивает половой член. Почему он палец, да, допустим, не может увеличить палец, да. Или там ухо, помажьте ухо, увеличится у вас ухо или не увеличится. Или палец, да. Ну, один палец помажьте, а потом уже половой член мажьте. Если уж даже вы думаете, что этот метод настолько хороший и настолько помогает. Следующий момент, это метод, относящийся к гимнастике, к такому массажу, гимнастике полового члена. То есть, почему он меня заинтересовал? Потому что, в принципе, ничего вот плохого и вредного из того, что мы сегодня с вами будем разбирать, в этом методе нет. То есть, он вам сто процентов не навредит, это точно. А, скорее всего, даже поможет то, что мы с вами будем говорить как раз про массажные движения. И, кстати, многие пишут, что действительно можно до 4 сантиметров увеличить размер. Ну, сантиметр-полтора точно, да. Поэтому я думаю, что во время массажа как раз к половому члену притекает огромное количество крови. То есть, мы тем самым улучшаем кровообращение в органах малого таза. И то есть, почему бы нет? То есть, я думаю, что попробовать можно. И также это очень хорошо, благотворно влияет на эрекцию, на потенцию и на удлинение полового акта. Поэтому, друзья мои, давайте этот метод обсудим. Что говорится в методе, который нам рекомендуют попробовать. Если мы говорим половой член, да, я вам покажу, что одна рука берётся и зажимается основание полового члена, да. Второй рукой образовывается кольцо. То есть, головку мы, головку мы не трогаем никогда, да. То есть, она неприкосновена под основанием головки, да. И начинаем делать вот такие движения. То есть, смотрите, в одних источниках написано, что двигаемся кверху, да. То есть, как бы делаем такое кольцо и оттягиваем кожу от основания к головке, но не трогая головку, да. То есть, вот такими движениями. А половой член должен быть на 70% в эрегированном состоянии, да. То есть, в состоянии эрекции. То есть, он не полностью, да, допустим, в состоянии покоя. И не полностью эрегирован. То есть, где-то на 70%. Соответственно, одной рукой держим у основания. Второй, соответственно, двигаемся кверху, да. То есть, вот кольцом, как бы зажимаем, прижимаем, двигаемся. А другой источник, наоборот, говорит лучше к низу. То есть, вот как бы кожу смещаем, да. И это действительно оказывает такое очень хорошее положительное воздействие. Улучшает кровообращение в органах малого таза. Также ещё следующее упражнение, когда рекомендуется всё-таки, вот основание мы опять зажали, и делать вот такие движения, как бы, как штопором, да. Вот так вот, вот такими вот движениями, как бы спиральными, да, как закручивающимися. Все эти манипуляции очень благоприятно влияют на улучшение эрекции. Это действительно так. На увеличение кровоснабжения в органах малого таза. На желание на либидо, на потенцию. И, кстати, один подписчик написал мне, что после того, как он в течение полугода практически ежедневно, раз в два, в три дня делал данное упражнение, то реально в состоянии эрекции половой член увеличился. Друзья мои, поэтому я думаю, я не говорю, что это сто процентов, да, уникальный какой-то метод, что вот у всех там половой член увеличится. Но почему бы нет, почему бы не попробовать? Тем более многие описывают, что действительно очень классные, очень приятные ощущения от данного массажа. Другие же мужчины говорят про то, что всё у нас хорошо, у нас появилось желание, у нас стала... Может это делать женщина, да, женщина стала более активная, ей так это всё нравится, ей такое это доставляет удовольствие. Поэтому почему бы нет, почему бы не попробовать? Я думаю, что ничего плохого в этом нет. И плюс действительно очень приятные ощущения. И как описывает мужчина, действительно половой член очень активно в эту процедуру встраивается, и ему очень это всё нравится. Поэтому действительно интересно ваше мнение, что вы думаете. Может кто-то как раз пробовал или попробует, и в следующем видео мы обязательно обсудим. То есть обязательно напишите мне, в следующем видео мы это обсудим. А я всех вас приглашаю подписываться на канал, если вы ещё не подписаны. Ставьте лайки, если понравилось это видео. Также всех жду в своём инстаграме. Там мы публикуем разные опросы, разные видео и статьи. Поэтому всех вас жду. Ссылочка под описанием к этому видео. Обязательно пробуйте, делитесь вашим мнением. А я вам желаю огромной любви. И чтобы никакие проблемы с эрекцией потенции вас не беспокоили. Всем пока-пока и до новых встреч.